друзья привет и владимир проходящий кром значит небольшое видео будет посвящено куда пропала техника куда пропали лодочные моторы куда пропали пвх лодки из-за чего такие грандиознейшие задержки и прочее значит в нашем стриме в прямом эфире на ю тубе я рассказывал уже о неких ситуациях связанных с логистикой именно после 24 февраля введенными санкциями там и прочее то что у нас как это вот это все что произошло значит на текущий момент ситуация такая что не очень многие будут вам рассказывать но бывает так что контейнеры которые должны были прийти 15 марта 2022 года в российскую федерацию например там в москву значит до сих пор еще стоят на вагонах на платформах и даже не разгружены не то что не разгружена они даже не спущены с платформы вниз для того чтобы приступить к разгрузке вот такая ситуация происходит сейчас у нас на железнодорожных перевалочных пунктах все грузы которые двигаются из китая ну помимо того что в китае сейчас бушует очередная волна каида значит все те грузы которые двигаются из китая они скопились на перевалочных базах на таможнях они скопились на наших разгрузочных базах неких там терминалах плюс там на каких-то там депо и прочее всякое разное то есть вот эта вся ситуация показывает то что мы были не готовы наша страна была не готова к повороту с запада на восток именно запада на восток и не готова была ежемоментно вот так вот взять переобуться для того чтобы товар который шел с востока пришел к нам с вами в наши магазины вообще в принципе как это в наши дома да это колоссальная проблема да это с этим надо как это что то делать к этому надо подстраиваться этого второй момент который связан вообще с ценообразованием на лодочные моторы который нас ждет в ближайшее время я уже говорил в нашем видео что падение цен мы с вами в ближайшее время не увидим абсолютно потому что уже прошло полтора месяца фактически ну так там полтора месяца значит и на текущий момент даже там евро доллар пусть там и опустился мы не знаем что будет впереди но все как это говорится хеджирует то есть все закладывают некую дельту плюс ко всему есть например поставщики которые нам выставили цены по которым они будут отгружать или иные вещи ну к примеру там внутренний курс там определенных компаний составляет 141 рубль это привязка к евро хотя евро сам по себе там сейчас ну пример там ниже там 100 или там около 100 рублей вот доллар например могут привязаться там к 110 к 115 вот так вот люди уже совершившие некие платежи раньше либо сейчас какие-то платежи например там совершают вот и основной наверное спад цены мое такое как бы легкое предположение нас может ждать где-то после июня после июля месяца тогда когда пойдут некие поставки тех же самых там если мы поговорим про некие лодочные моторы там китайские до основная большая партия у нас заказанная в где-то примерно феврале придет в российскую федерацию примерно во второй половине июня это надо тоже отдавать себя в отчет те кто заказывал в марте это тоже самое примерно вторая половина июня именно логистика но связь тем что я сказал в первые пять минут этого видео там точнее три минуты даже этого видео я думаю что надо готовиться к тому что техника придет все-таки в первой половине июля 22 года ну так примерно логика подсказывает последние годы работы именно с техника которая из-за границы идем вот и падение техники падение стоимости определенных товаров скорее всего мы с вами увидим уже на следующих партиях то есть вот партия начиная там с июня месяца партия начиная там июль месяц а возможно там августа возможно некое снижение все-таки будет возможно некое снижение будет но все это будет зависеть от того опять же куда у нас колбаснет наши курсы валют вверх вниз или что будет с этим дальше никому не здесь еще стараюсь как и говорил повторяя в нашем прямом эфире в видео по поводу некой такое как бы аналитики приходится конвертировать рубли в любом случае рубли конвертировать в доллар и доллар и в юане или там еще как-то китайцы производят пока некие платежи в долларах наши пока еще не подстроились но когда все заведут счета в юанях то скорее всего все немножко наладится все немножко будет лучше но всему этому должно предшествовать некое время вот этот как это стабилизация возможно еще месяц и тогда мы с вами как говорится заживем вот так что еще момент на ю тубе как раз этот ролик именно будет выходить на ю тубе более нигде да значит мы на ю тубе на нашем канале на наших даже двух каналах в сторизах помещать некое видео которое мы раньше размещали в социальных сетях сейчас у нас соцсети это векей века века значит те социальные сети которые мы раньше были сейчас запрещены в российской федерации это сети facebook и instagram мы размещаем очень мало информации вот мы понимаем прекрасно что люди ушли оттуда и сторизы на ю тубе мы не бросаем сторизы на ю тубе мы будем размещать текущий момент конечно мы там сделали аккаунт на рутубы но он пока как бы русская труба пока буксует как всегда вот поэтому вк youtube stories и все самое актуальное помимо нашего главного интересного телеграм-канала где самые свежие новости самое оперативное обсуждение этих вещей так что в него подписывайтесь на него подписывайтесь у нас есть чата в котором можно болтать и нас есть комментарии которые можно отвечать и в общем то вот так так что дружья держимся если вдруг будет какие-то свежие новости по новым всяким разным там мотором поставкам и прочее 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 конечно же будем все это дело освещать вот в таком вот кратеньком формате все не хворайте скоро сезон скоро воду нам дадут поедем все на лодках а нас ждет тестирование новых электромоторов из китая сиапро на воде на новой лодке с китайским маршевым мотором хайди и вот китайский носовой электрический мотор стоимостью там сто тысяч там плюс минус рублей да и они кончаются но 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 скоро узнать еще кое-что интересные новости пока